Вячеслав, я еще раз говорю, что ты приводишь аналогию с горхоткой яиц, а я тебе привел ту же самую аналогию, только с мыльной пеной, внутри каждой мыльной пены, то есть пузырьки. Согласен, для человеческого понятия можно виноградная гроздь, можно и соты. Возможно, виноградная гроздь, это как называется, только единственное, что для нашего плоского сознания, они как бы в различных ячейках находятся, а в действительности это все в одном объеме и одномоментном находится. Алексей, приветствую. Вячеслав, добрый день. Да тут обсуждение идет, да, тут это, мою затею, ну, в письменном виде обсуждаю, да. Суть заключается в чем, Вячеслав, ну, ты же знаешь, что я не являюсь там фанатом плоской земли, да. Я сторонник, в первую очередь, таких моментов, которые за объективность. В первую очередь, объективность и научность. То есть прежде чем точно формулировать одни или другие эти моменты, задача заключается в следующем, что провести достоверное измерение. Это раз. Ну, вот я, допустим, вышел, обошел по... В течение дня замерил высоту Солнца и сказал, что если размеры Земли, которые нам указывают, верные, да, и Земля плоская, два ключевых момента, да, что Солнце находится над экватором, и до экватора у нас 6000 километров, да, тогда Солнце находится на такой-то высоте, и размер Солнца такой-то, да, исходя из этих положений. Сейчас я планирую провести такой опыт с плоской землей. Расстояние взято 46 километров, почему? Потому что исключить возможность всяких там манипуляций, говорят, что слишком маленькое расстояние, слишком большое расстояние и так далее. То есть при условии, что 46 километров, то если Земля круглая, то между нами должен быть холм примерно 41 километр, 41 метр высотой. То есть получается, что есть формула. Сейчас я в чат скину еще раз, повторю эту формулу. Смотри, Вячеслав. Уважаемые слушатели и зрители, это не запись. Пользуйтесь моментом. Нас посетил легендарный гость, поэтому можете, пока вот нас, так сказать, обрадовал лично задать вопрос. Вячеслав, нет, я сейчас мысль закончу. Хорошо, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Почему я очень осторожно отношусь к вопросу, так сказать, не выбора, да, а выяснение, какая форма Земли, то это вопрос первый мировоззренческий, а второй фундаментальный. То есть система такая, что почему я сейчас стою на позициях именно шарообразной Земли? Первая позиция это в том, что границы человеческого сознания в этом случае ничем не ограничиваются. То есть в любую сторону наше сознание может развиваться, ну, искать, развиваться, находить определение и все остальное. Даже если мы находимся внутри шарообразной Земли, но на внутренней, то есть ее поверхности, да, то мы можем представить, что рядом находится такая же гроздь, то есть рядом еще одна Земля, потом еще одна Земля и так далее, понимаешь, да? Если мы вопрос какой, что упираемся в плоскую Землю, то у нас сверху получается купол, снизу Земля, вопрос такой, а что за куполом? Вот можешь ответить, что за куполом? За куполом это вода. Вода. И на какое расстояние эта вода распространяется? Есть точное число, 40 миллиардов миль. До следующих. Погоди, стоп, секундочку. А дальше что за этой водой? Еще слой земель идет, также из этой куклы. Вот так вот. Давай так, а теперь под нами что, слой Земли, а дальше что? То же самое. Смотри, получается математика. Есть верхние миры, это миры прави и слави, это откуда наши предки прилетели. Сейчас, где мы живем, это миры земного типа, а они же пекельные миры. То есть земного типа яви, а там это вниз уже нави. То есть просто берешь в разрезе обыкновенные улей диких пчел, точная копия. Или еще может... Вячеслав, я тебе рассказывал, что если вот рассматривать именно с точки зрения плоского мышления, вот ту картинку, которую ты рисуешь, и берем, ну скажем так, многомерную пену, и берем стаканчик с мыльной водой, опускаем туда трубочку, начинаем дуть, вылазит большое количество пены. Мы делаем срез, и как раз получается та самая сотовая земля, о которой ты рассказываешь. Но это с точки зрения, если мы делаем плоский срез, то есть многомерного объекта. В действительности получается так, что все эти пузырьки одномоментно находятся в одном объеме. Вот так вот. С точки зрения, если, допустим, другого понимания, я сейчас другую картину мира нарисую. Представь себе, в мире праве находится, допустим, создатель, да? Ну, создатель решил пожениться. Он, значит, создает вот такой мирок один, замкнутый в пространстве, в объеме и все остальное, и дает невесте для того, чтобы она, ну, скажем так, посмотрела, будет у нее счастье, не будет счастья. Проверила кучу различных сценариев. И получается так, что мы участвуем в этой игре на различных должностях, да? И одномоментно участвуем. И ситуация такова, что, получается, мы одномоментно в нескольких сценариях снимаемся. Очень интересный фильм недавно вышел, называется «Открытие». Там про то, что там какой-то ученый открыл то, что человек не умирает, его сознание переходит в другое сознание. И в конце концов там огромное количество людей покончило жизнь самоубийством. Он начал проводить эксперименты, и просто в конце концов выяснилось, что существуют параллельные реальности, где происходят те же самые события, но немного другое. Очень интересный фильм, рекомендую посмотреть. То есть я поэтому очень осторожно отношусь, как и называется, вообще к выбору модели строения Земли. Но ты обратил внимание, что я тебя никогда не критикую, да? Никогда не критиковал, несмотря на то, что я с собой во многих моментах не согласен. Почему? Потому что любая точка зрения имеет право на существование до того момента, как и называется, до момента, до какого момента, да? До тех пор, пока не будут найдены убедительные доказательства или подтверждение этой гипотезы, либо противной гипотезы, понимаешь, да? То есть почему-то все на данный момент гипотезы являются, имеют право на существование. И я в первую очередь, момент, с какой целью пытаюсь провести опыт, это все-таки разобраться. Понимаешь, именно разобраться, то есть не на словах, не на наших представлениях о каком-то процессе, да? А когда мы приходим, замеряем тень от Солнца, это реальные физические явления, да? То есть каждый может повторить, и потом каждый день повторить, и будет один и тот же результат, допустим. И тут то же самое. То есть все это появляется на озере, то есть спокойненько замеряется. Почему? Потому что озеро... Сложно представить, что на озере будет там изгиб рельефа, что какой-то холм посреди озера образуется высотой почти 40 метров, да? И мы не сможем увидеть из-за этого холма, то есть маяк. Задача в том и заключается, что все это собрать, построить, провести замеры и посмотреть. Плюс меня больше интересует само озеро Чины и его окрестностей. То есть получается, что эксперимент это будет как, ну, вспомогательный. То есть главная задача посмотреть на озеро, а эксперимент это как вспомогательное исследование. Вот так вот. Я хочу, пользуясь тоже случаем, я не знаю, к чему меня приписывают плоскоземельщиков, потому что я вообще-то за шарообразную поверхность, как и в огромных масштабах, так и мы живем на шарообразной поверхности. Но немножко в другой парадигме. То есть, ну, не знаю, сталкивался Алексей Тегнит, я много раз говорил. Заходим в обыкновенный продуктовый магазин, видим лоток яиц или ячейки по-разному называются. Это соты. В каждой соте находится яйцо. В яйце желток. Тоже самая ситуация тождественная у нас. Мы живем внутри на желтке, который на 20% выглядывает из этого большого океана. В наших древних славянских сказках это очень подробно описывалось. Снесла курочка, ряба, яичко. Да не простое, а золотое. То есть, это создание нашего, в нашей соте, скажем так, мира. Не знаю, Николай Рогов. Алексей, тебе известен? Есть тоже блогер известный, Николай Рогов. Хочет присоединиться к беседе. Я даже не знаю это. Ну, пускай присоединяется, я его хорошо знаю. А, замечательно. Не, момент какой. Я сейчас, секундочку. Я сейчас... Пожалуйста. Вячеслав, я еще раз говорю, что ты приводишь аналогию с горхоткой яиц, а я тебе привел ту же самую аналогию, только с мыльной пеной. Внутри каждой мыльной пеной, то есть пузырьки. Согласен. Для человеческого понятия. Можно виноградная гроздь, можно и соты. Можно виноградная гроздь, это как называется. Только единственное, что для нашего плоского сознания они как бы в различных ячейках находятся, а в действительности это все в одном объеме и одномоментном находится. То есть это не в разных ячейках, а внутри одного объема. При этом не пересекается. Но очень много случаев бывает, когда человек попадает в соседнюю эту, как правильно сказать, в соседнюю реальность и так далее. Вот так вот. Ну я все равно еще настаиваю, помимо того, что есть соседние соты, в которые можно попасть на физическом уровне, можно попадать в параллельные реальности. Николай, на всякий случай не запускай, пожалуйста, видео. Добрый день. Потому что транса у нас хилая. Николай, добрый день, да. Добрый день, понял, понял, с вами понял. Николай, ты меня где-то увидел, что ли, решил присоединиться к этому беседнику? Нет, я постоянно сейчас захожу, у нас как бы обмен идет информацией с Вячеславом, с Романом. Ну, я с Романом общаюсь, мы изучаем эти дела, поэтому я тут уже недельку как бы стараюсь аккуратно, без мата, без всего. Как же понятно. Доведу мысль до конца. Смотрите, мало того, что параллельные есть миры, которые мы можем попасть на физическом уровне, это в наших древних физических сказках хорошо описано, 3-9 земель. Вот, то еще есть параллельные... В нашей ячейке, где мы живем, существуют параллельные миры. Это я приводил по аналогу компьютерных игр, то есть все, вот допустим, есть игра, которая называется Zelda Scroll Online. Там один север на миллион человек, и даже больше. Один сервер. Но люди не могут на один сервер такое количество попасть, так как сервер упадет. И поэтому существуют каналы. Вот каналов там очень много, но любой человек может с одного канала на другой переходить. Ситуация тоже действенная у нас. Но бывает по какому-то стечению обстоятельств, когда происходит какая-то ошибка, программный сбой, бах, то человек попадает в альтернативную реальность, где, допустим, Советский Союз существует, и так далее. То есть, по примерам, мы с вами знаем колоссальное. Передаю слово. Николай, мы тебя слушаем. А, мне слово? Ага, добро. Значит, мой взгляд, ну, так как я делаю проекцию, значит, в чем я согласен с Вячеславом Котлеровым, если он сделает поправку? Ну, это его дело. То есть, когда мы все разуму, в реальности, то действительно, только я ее не называю сотую, сотую, а в любую точку входишь, там бескрайние просторы. Что касается сознания, реакции, материальной точки, то Земля абсолютная, ну, то есть, она имеет форму шара, также мы шагаем, вода, все, что мы получаем информацию сознанием, оно все материально, мы реагируем. это действительность. То, что мы воспринимаем разумом, это реальность, неважно она, она, и когда говорят объекты, понимаете, она все там кругленькая, все там шарит, и оно, ей нет границ, пространства. И вот я изучаю антимир. То есть, Славий говорит об, ну, на мой взгляд, о том, ну, в общем, это его, я свою точку зрения говорю, он говорит об антимире, тот мир, который создает вот этот материальный. У этого материального должно быть какое-то основание, кто создал этих комариков, муравьев, там, человека, и всегда поддерживается. Оттуда выходит импульс, который каждую секунду поддерживает и химические элементы, и энергию дает везде, отовсюду. То есть, каждый раз мы получаем как бисер, это биение сердца. Также все, все живое и неживое, все получает эту дозу бисера. Божественного серого, твердого света. Серый – это твердый свет. Поэтому мне очень легко делать проекции, кто-то называет их сотовые, я их называю матрица. Или паутина. Там этих ячеек, если вы как их называете, у меня это яйцеклетки. То есть, твердый квадратик, такие кубики, янедрительские фигуры, и все видно. Николай, Николай, извини меня, так? Да-да. Я вынужден сейчас этот, поеду жену с работы встречу, вынужден откланяться. Просто я говорю, Вячеслав, у тебя в чате здесь обсуждали, как раз тематику того эксперимента, который я планирую провести. Почему именно эти условия, не эти условия? Я выбрал те условия, которые максимально мог найти расстояние между объектами. Но, если искать больше расстояния, то надо ехать в Крым, там морские просторы, и там пытаться замерить. Вот так вот. Но в любом случае, хорошая оптика нужна, потому что без хорошего, как сказать, без хорошего инструмента, даже Микеланджело не смог бы сделать какую-нибудь шикарную статую, да? То есть, дать ему обыкновенный шпатель, у него ничего не получится. Все равно нужно какой-то инструмент. То же самое для исследований для СИО нужен тоже хороший инструмент. Ладно, я с вашего разрешения откланяюсь. Благодарю, Алексей. Заходи почаще. В любой момент можно присоединиться к эфиру. Благодарю.